Всем привет, ребята! Сегодня у меня супер долгожданное новое видео. Думаю, вы его ждали. Особенно подписчики моего телеграм-канала. Можете подписаться. Ссылка будет в описании. Это видео-обзор на косметику с Вайлбресс. Здесь дешевые товары. Самый дорогой товар стоит 195 рублей. Все товары остальные там по 150, по 100 рублей. То есть очень супер бюджетная косметика. Будем с вами все тестировать. Здесь достаточно много продуктов. Что-то я уже успела протестировать. Что-то мне вообще пришло только вчера вечером. И вот сегодня утром я снимаю. Поэтому буду вам рассказывать свои первые впечатления о этих продуктах. Я рылась-рылась на Вайлбресс и увидела там вот такую базу. То есть все помнят нашу базу. Вот эту вот известную. Джон Там, которая с такими шариками, капсулками. Я здесь прикреплю. Вот. И я увидела вот такую, знаете, конфетную базу. Мне она напомнила какую-то конфетку. Леденец очень прикольный. Я сказала именно зелененькую. Здесь ее, кстати, 35 миллилитров. То есть достаточно хороший объем. Давайте выдавливать. Мне нравится, в принципе, такой формат. То есть не нужно никуда руками лезть. Очень гигиенично все. Вот такая она, достаточно густая. Выдавливается сразу зеленого цвета. И давайте наносить. Эта база вот так выбеливает кожу. Но на самом деле мне это нравится. База поэтому мне понравилась. За свою стоимость 100 рублей. Конечно, понятное дело, что я не знаю, что там в составе. Буду надеяться, что никаких последствий не будет. И не вызовет никаких покрасней. Прощай, это база. Вот такой кушон с бабочкой. Там в комплекте был еще вот такой спонжик-грибочек. Я его вчера уже использовала, но помыл, намочила все. В общем-то, кушон выглядит вот таким образом. Он стоил 99 рублей. Очень дешево. Вот так он выглядел. Там был один оттенок. И то есть оттенок достаточно такой темненький, я бы сказала. Буду наносить прямо этим же спонжем. Смотрите, какой узорчик красивый. И прямо вот так буду наносить. Нанесла этот кушон. Видите, я прям блещу, как жирный блин. И это все из-за этого тона. Потому что у него супер такой сияющий финиш. Что могу сказать? Пару текстуры вообще про перекрытие. Ну, перекрывает он средний. То есть какие-то легкие покраснения он перекроет. То есть он не перекроет какие-то явные прям супер-прощики покраснения. Но, например, какие-то следы от пустых, но он нормально перекрывает. И выравнивает общий тон кожи тоже нормально. Но видите, оттенок такой прям желтенький. Поэтому, если у вас кожа прям супер-светлая, то мне кажется, это немножко не для вас. Проходим к консилеру. Я сказала вот такой вот консилер. Стоил он 109 рублей. По-моему, у него такой прикольный дизайн. С какими-то цветочками. Матовая такая упаковочка. Я заказала в 01 оттенке. Думаю, видно. Коробочки у меня не осталось. Я ее уже выкинула. Здесь вот такой маленький аппликатор. Тоже немножко желтоватый. Но это уже как-то более терпимо. Потому что при растушевке он становится нормальным. Будем наносить. Я буду наносить на зоны, где покраснение и под глаза. Вроде бы консилер хорошо перекрывает. То есть и синячок он все перекрыл. И покраснение вот здесь он перекрыл. В принципе, то есть все неплохо. Но за счет того, что гушон вот так супер-пупер блестит, это не очень понятно. Поэтому сейчас будем переходить к пудре. У меня нет кремовых продуктов для коррекции лица. Поэтому будем сразу запудривать, сносить пудру. У меня в чате, в телеграм-канале спрашивали недавно про пудру от Миши Кис. И я ответила, что она у меня была год назад. Я не знаю, как она сейчас. И я решила ее заказать. Потому что она стоит 160 рублей. Вот так она выглядит. Такая у нее милая упаковочка. Опуховочка также. И сама пудра выглядит таким вот образом. Нанесла пудру. И на примере как раз-таки вот этого супер-сияющего штуна-пакушона можно увидеть, как замонтировала кожу эта пудра. Мне она очень нравится. И я поняла, что это прям хороший продукт. Я могу смело ее реально вам рекомендовать. Переходим к коррекции лица. Первое – это такой скульпт-бронзер. Я не знаю, что это за бренд. Честно, но он стоил 190 рублей. Вот так выглядит сам продукт. На самом деле меня привлекла больше упаковка, нежели что внутри. Но протестируем вместе с вами. Кульпт-бронзер. Я на самом деле люблю такие универсальные продукты. Но бывает, что они прям супер-рыжие. И будьте аккуратны, он достаточно пигментированный. Набираю я вот такой вот кистью его. Немножко обкрышечку стряхиваю. И наношу уже на места скульптора. Лицо после нанесения этого скульпта-бронзера выглядит вот таким образом. Надо вам это или нет? Потому что сам по себе вроде бы неплохо. Давайте теперь будем переходить к румянам. У меня румяна. Вот такие от бренда La Mail. У меня уже были румяна от этого бренда. Вот такие в дизайне таком с розочкой. Приятный, такой красивый дизайн. Здесь супер-дешевая упаковка из очень тонкого пластика. Ну, что можно ожидать за 170 рублей? В принципе-то я посмотрю на сам продукт, нежели на упаковку. Оттенок, видите, он такой легкий розоватый оттеночек. Вот он. На искусственную кисточку. На натуральную он хорошо прям набирается и вообще наносится. Вот таким образом выглядят эти румяна на лице. Мне они нравятся. Вот они достаточно стойкие. Они матовые. В них нет ни единой блесточки, ни одной какой-то шиммерной частички. Мне они очень нравятся. Они очень хорошо освежают весь макияж. И вот этот оттенок такой красивый, нежный, но при этом вроде бы яркий. Мне прям понравился. Это мой первый оттенок. И все ссылки на продукты будут в описании под видео. Поэтому лучше загляните туда, перед тем, как писать комментарии и спрашивать артикул на тот или иной товар. Переходим к моей супернаходке. Это вот такой вот хайлайтер от бренда Kiss Beauty. Мне прям нравится вот эта упаковка. Она какая-то космическая, что ли, не знаю. Он стоил 147 рублей. Здесь 7 грамм. Хайлайтер, паудер тут написано. Здесь написан объем. У нас есть вот такая вот крышечка. И сам продукт выглядит вот таким образом. То есть это такой серебристый хайлайтер. Я сейчас наберу его и вам покажу. Вы только посмотрите. Вы только гляньте. Видите? Тут прям супер яркое сияние с отдельными блесточками. Можно носить как на глаза, как и как хайлайтер. Давайте я нанесу как хайлайтер с помощью такой кисти. Вот так красиво и ярко сияет этот хайлайтер. Мне очень он понравился. Его можно нанести на глаза, так же, как я уже это сказала. И могу прям его очень рекомендовать. Мне кажется, это прям находка. Я уже выкладывала с ним шорс на канал. Поэтому, кто смотрел, те видели этот хайлайтер. Он прям супер красивый. Не знаю, мне очень понравился. С такой стоимость, со 140 рублей. Это очень хороший продукт. Стоит реально попробовать и заказать. Перед тем, как приступать к бровям и глазам, хочу нанести на губы вот такое масло от бренда Хандаян. Честно, мне очень понравился дизайн. Оно такое, знаете, фруктовое, прикольное. Там есть такие, вы знаете, недокосточки, что ли. Якобы как имитирует вот этот петахаю драконий фрукт. Чуть не уронила. У меня второй оттенок. Аппликатор, он такой достаточно маленький. Это масло, оно прозрачное. То есть оно не придает никакого розового оттенка. Оно не тинтует. Таким образом выглядит масло на губах. Я его оставляю, знаете, вот в процессе, пока я буду оформлять брови и глаза. В принципе, оно будет, так сказать, действовать. В конце, перед нанесением карандаша и помады, я его сотру и уберу. Давайте будем переходить к бровям. Для бровей я хотела найти какой-нибудь карандашик, а потом решила, что лучше я поищу какой-то гель для бровей. Я нашла вот этот гель для бровей. Он стоил 87 рублей. С каким-то таким медведем. И у него были отзывы. То есть кто-то писал, что он нормально фиксирует брови, кто-то писал, что вообще ничего не фиксирует. Я решила попробовать, протестировать здесь его 10 миллилитров. Вот такая здесь щеточка, достаточно большая. Но давайте будем пробовать наносить этот гель для бровей. Стоил он 87 рублей, повторяю же. Так, я нанесла гель для бровей. Что могу про него сказать? У него очень сильный ограничитель. Из-за этого на щеточку набирается очень мало продукта. Прям вот очень. То есть видите, сколько он достается. И на нем вообще почти нет продукта. Прошло 5 минут почти, и он вообще ничего не зафиксировал. То есть вот все свободно двигается. Вообще никакой фиксации нет. То есть такое чувство, как будто это реально какая-то просто уходовая штука. Или просто какая-то жижа, которая брови вообще не держит. Не знаю почему. Но вот такой, в общем-то, результат. Сейчас я решила не заказывать палетку теней, а заказать какой-то интересный тушь. Я рылась, рылась. Там была куча подделок. И я увидела вот такую тушь. Ну, дизайн, как бы все поняли, да, что это Maybelline Lash Sensational. Но тут же не написано, что это Maybelline, то есть это вот этот бренд Million Pauline. И я знаю, что этот бренд вроде как делает туши, пытаясь взять дизайн каких-то брендов по типу Maybelline, L'Oreal. Но, то есть это Непаль. Она называется The Gipper Curl Waterproof Mascara. Здесь 10 грамм. И вот такая вот щёточка. То есть щёточка точно такая же, как Maybelline Lash Sensational. Туши тут прям много набираются. Она прям супер чёрная. Глядят мои глаза, она крашена этой тушью. И на самом деле я использовала кёрлер, но мои ресницы даже с помощью кёрлера не загнулись, так сказать. И тушь, как будто вообще с ними ничего не сделала. Как-то я не очень оценила. То есть, наверное, людям, у которых так длинные подкрученные ресницы, вам подойдёт. Но если у вас, например, такие ресницы, как у меня, супер прямые, короткие, которым нужна реально хорошая тушь, которую их будут хорошо прокрашивать, то мне кажется, это немножко не та история. Ну или если вы любите прям натуральные реснички, просто чтобы они были чёрными. И никакого эффекта там суперобъёма, ничего такого не было, то тоже вам подойдёт. Переходим к последнему этапу нашего манхежа. И это губы. Здесь я заказала матовую помаду от бренда Kiki. Не знаю почему, мне было очень интересно её попробовать. Я заказала в 211 оттенке. Это такой, знаете, прям коричневый оттенок. Он такой коричневый. Заказала карандаш какой-то новый. У меня вот такой карандаш от Лароса есть. Я его покупала в одной из недавних распаковок с Валберес. Ну как недавних, уже не помню. Он стоил 70 что ли за рублей. То есть тоже очень бюджетно в 15-м оттенке помаду нанести на все губы. Поэтому сейчас буду носить этот карандаш на контур. Я нанесла помаду карандаш на губы. На самом деле у меня очень непривычно видеть себя с таким светлым оттенком и каким-то рыжим. И давайте подождём, пока помада застынет, чтобы в полном объёме оценить её. Но пока что она нанеслась хорошо. Она достаточно такая жирненькая, приятная. Но только я что-то не понимаю, почему она не застывает. Я специально подождала время. И посмотрите, даже помаду, которую я делала с ВОЧ, то есть ещё до того, как носить её на губы, она не засохла вообще. Не застыла. И эта помада тоже не застыла. То есть... Она вообще не застыла. И мне вот очень интересно, это так и должно быть. Но вроде бы это матовая помада. И почему она не застыла, это очень странно. Потому что мады кики, я надеялась, что она будет суперклассной. Потому что она самая дорогая из его вообще обзора. Как бы... А почему-то не матовая-то. А почему она не матовая? Ну то есть... Кубы вообще не засохли. Надеюсь, вам понравилось это видео. Мы протестировали здесь продукты, которые какие-то были, прям, очень хорошие. Какие-то они не понравились. Но всё же это чисто моё мнение. В общем, ребят, я всех люблю, обнимаю. И всем пока.